у нас сегодня будет сегодня будет маленькая лекция я заболел готовить но она заканчивает строки то что у нас было по строкам это у нас были рефикс z функция поиска гарантированный шаблона за линейное время в тексте еще у нас были супер структуры для предварительной работе текста чтобы с ним что-то делать либо что-то искать него как-то его обрабатывать искать какие-нибудь совпадения всех там довольно много должно было быть разобраны алгоритмов на базе алгоритма касая на семинарах вот мы кое что упустили я потому что не надо эти эту штуку сказать это работа со строками способом хэширования есть алгоритм равенокарпа он довольно известный понятный и вот нужно начали про хэш-функции рассказать для строки как ее обычно строят как ее обычно считают вот значит есть строка хэш-функции строки обычно вычисляется полиномиально наверно возможно у вас это было на первом курсе давайте мы сейчас немножко еще раз это обсудим хэш-функции строки полиномиальной это просто значение многочлена с коэффициентами которые являются символами строки есть нас символы основы с 1 из 2 и так далее с 1 и есть некоторый параметр а который поражает многочлен вычисляется вот такое значение по модулю m это такое определение конечно же когда его вычисляют чтобы не было переполнения то по факту сразу вычисляют его по модулю m m часто это размер хэш-таблицы но если нам нужны только хэш-функции то здесь можно m выбирать произвольным таким какой будет нам удобен для понимания для для того чтобы сделать какой-то фиксированный диапазон хэш значений здесь есть два способа вычисления когда у нас степени растут у нас у первого символа нулевая степень а у последнего символа n минус 1 и есть наоборот когда у нас у последнего символа нулевая степень а у 1 n минус 1 и вот обычно используется второй вариант но и первый тоже используется для разных задач что нам нужно от этого кашака что от него требуется чтобы значение а и m довольно хорошо перемешивали значения довольно хорошо перемешивали разные строки при этом хочется чтобы коллизии было минимально если у нас есть какое-то значение символа с если у нас много символов с то хочется добиться того чтобы если какой-то символ в строке и начать его варьировать чтобы хочется чтобы хэш-функция всегда изменялся для всех различных значений этого с значения хэш-функции были различные чтобы там сложнее коллизии подбирать это будет показатель хорошей работы хэш-функции вот то есть нам требуется чтобы значение s умножить на а в некоторой степени по модулю m всегда были различны для всех разных s да если там этих s m вот можно так добиться того чтобы из значения хэш-функции тоже было m максимальное количество значений какой здесь от 0 до m минус 1 потому что модуль м но доказывает что если а и m взаимопростые всевозможные такие вот произведения s на а в степени у при у фиксированном и а фиксированным по модулю м они все будут различные надо доказывать доказывать вот как ну надо заказать в две стороны во первых что если они не являются взаимопростыми то мы не получим полную перестановку от 0 до m минус 1 и наоборот если они взаимопростые то мы получим полную перестановку от 0 до m минус 1 докажем первое пусть а и m не являются взаимопростыми когда а и m должны иметь общий делитель а а предстоим как dx m предстоим как dy ну тогда если мы возьмем в качестве s возьмем s а да ну и на самом деле s на любую степень а смотрим то мы увидим что ну даже для первой степени это неважно для любой видно что это число до который получается если вы делите на m с остатком s а то это некоторое m на к плюс r да этот остаток так как а и m делится на d то и остаток тоже будет делиться на d значит s а по модулю m будет всегда делиться на d значит мы никогда не получим полной перестановку от 0 до минус 1 как минимум единички тех числа от 1 до 1 минус 1 нас не будет вот в обратную сторону что если у нас есть полная перестановка или что если у нас все а и m занят просты то мы получим полную перестановку вот от противного пусть мы какие-то значения не получили у нас есть меньше m различных элементов так как у нас с перебирает от 0 до m минус 1 а вы получили значение меньше чем м то это означает что с а для каких-то двух с совпадает называется принцип деревья вот значит и а равняется же а для некоторых и и g по модулю m ну значит g минус и сравним с m но так как же и и это числа от 0 до m минус 1 то это означает что их разница а их разница получается должна делиться на m потому что а и m занят простые то получается что g минус и должно быть равно нулю но она у нас от 0 до m если вопросы какие-то возникают то давайте идем дальше как вычитать хэш-функции на первом слайде видели что у нас есть две хэш-функции с многочленам которая степени растут и многочленам которой степени падают бывает удобно считать если если считать первым способом после вести сайт в лоб то у нас на каждое вычисление я кажется что не добавление одного символа что предполагает она предполагает хранить текущую степень а сделать одно умножение чтобы получить новую степень а по модулям сразу сделать второе умножение чтобы домножить его на с с 3 который возникнет и сделать одно сложение будет одно сложение два умножения вот оказывается что если рассмотреть второй вариант хэш функции то его можно вычислить методом горнера и получить одно умножение на символ они 2 почему как это делается вот мы берем с 0 а также перебираем символы с первого по последний s 0 а потом добавляем s1 и умножаем 5 на а точнее как чтобы вычислить хэш функцию строки мы должны взять s0 по модулю м если один символ если там два символ то мы должны результат домножить на а и прибавить s1 если там два символа ну и всегда брать модуле м если там три символа то и результат домножить на а и прибавить s2 одно домножение одно сложение получается им эффективнее вычислять каждый раз нужно брать команду лем не забывать на самом деле точно такой же метод горнера можно сделать и для возрастающих степеней только надо начинать туда с конца мы должны взять основной первый если нам нужно больше символов два символа доносить на а и прибавить основной второй ну и так далее а ну да, здесь это написано вот в си строках у нас известен обычный указатель размер неизвестен хотя можно использовать си стринг но если вы пишете, например, какой-нибудь модуль для фрисвича для обработки голосового потока для целефонии там чистый си и там принято работать со строками, которые чашь-звязочка да, ну вот как она будет выглядеть, эта функция берем указатель на строчку берем м это диапазон возможных значений хэш-функции будет ну и умножаем на а прибавляем новое значение стр, двигаем вперед пока то, на что указывается стр не будет равен нулю здесь можно было написать символ явно слэш 0 но это то же самое, что 0 вот, единственное, да тут, конечно, возможность ситуации, что если вы работаете со стрингами а у вас внутри строки нулевой символ ну это да, если у вас такое предположение есть то он, да, надо быть с этим аккуратным так, вот и как будет работать алгоритм равенокарта у нас есть поиск значит, что он делает ищет подстрочку p, длины m, тексте t длины m что мы будем делать будем считать хэш шаблона p и пытаться найти этого значения хэша во всех окнах текста t здесь чуть-чуть какие-то типы нарисовать давайте я как обычно табличку нарисую вот у нас есть шаблон некоторый мы смотрим значения в какой-то исходной строке наверное надо какой-нибудь самый лучший шаблон потому что его можно вообще самый лучший аба-цаба что хочется сказать что если это наш шаблон мы пытаемся наложить на текст то можно посчитать значения хэш-функции аба и значения хэш-функции у каждого окна и посмотреть вот у нас есть одно окно есть там второе окно длины 3 потом третье окно длины 3 ну и так далее если мы все окно научимся быстро считать значения хэш-функции то в тех местах где значение хэш-функции совпадает с значением хэш-функции аба это местах в которых возможно встречается наш шаблон если диапазон значений с функцией велик если мы взяли довольно большое а большой диапазон м функция будет хорошо перемешивающая то вероятность коллизии будет маленькой хотя вот так вот форсов года три-четыре назад статья как сгенерирует последний строк которая ломает алгоритмы работающие на х6 из-за того что у них много коллизий возникает вот но вот это значение надо посмотреть последний строк вот значит как мы будем считать эти хэши надо чтобы очередной хэш когда мы его считали для строки как его как посчитать значение хэш функций для давайте давайте значение хэша посмотрим для шаблона если мы посчитали d на а давайте вместо а пламус у нас а усызайта dx квадрата плюс а x плюс b это значение хэш функций который был посчитан для шаблона находящийся на по символу 0 1 2 1 2 3 h 3 h от s от 3 до 5 чтобы пересчитать значение хэш функций для следующего окна нужно сделать как его получить из предыдущего нам нужно домножить на x все да потому что мы должны получить что нужно получить у нас пучить а x квадрат без брикса нужно получиться x квадрат плюс bx плюс а как это сделать ну можно домножить домножить предыдущие значения h3 5 на x одно умножение будет и что-то надо еще сделать надо что-то прибавить и что-то отнять надо добавить последний символ надо добавить а в данном случае а и отнять dx в кубе ну вот весь алгоритм равен карпа мы каждый раз вычисляем окно в хэш функции используя предыдущее значение домножая его на x да надо не забыть что все это сразу берется по модулю m да домножаем на x прибавляем новый символ строки и вычитаем старый символ домноженный на x в степени 3 это где-то m маленькая да размер размер шаглона перебираем их все и получается что мы таким образом за линейное время присчитали хэши всех окон и если у нас нет совпадений мы за m плюс m в этом убедимся если у нас есть совпадение точнее коллизии то есть значение хэш функции одного из окон совпало с хэш функции шаблона в этом случае надо проверить является ли этот шаблон действительно входящим в строку одна проверка будет стоить длину шаблона поэтому сколько у нас значение хэш функции совпало это вот число надо умножить на m чтобы приходится делать проверки каждый раз при совпадении поэтому худшем случае будет n на m если все окна будут иметь значение хэш функции совпадающие с хэш функции самого шаблона и если мы возьмем например строчку а и шаблон а то каждый раз когда будем наш хэш функции всегда будут совпадать окна у окна и у шаблона нужно будет каждый раз этот шаблон сверять с окном доходя в нем до конца строки вот поэтому получается в лучшем случае от nm а лучшим вот так что еще еще могу наверное можно сказать про использование хэш функций в разных задачах давайте попробуем давайте попробуем сделаем пример задача у вас уже был вы видели там есть задача на была задача на полиндромы и когда мы искали там лучшие полиндромы ее можно было решать с помощью хэширования для начала нужно научиться вычислять хэш функции произвольной строки быстро для этого используют метод когда мы для каждый строк от строки начинающий с нуля то есть для всех префиксов вычислим значение хэш функции там единственное удобство возникает что нам нужны все степени м для того чтобы это делать сейчас точно так же как в прошлый раз посмотрим если нам у нас есть некоторая строчка и мы хотим посчитать значение хэш функции от 3 до 5 и допустим мы умеем у нас известно известно все все значения хэш функций с до призвольного м тогда чтобы посчитать значения хэш функции от 3 до 5 значит она у нас какое уравняется это многочлен в данном случае x в степени n-1 минус 1 плюс сейчас надо написать цикл минус 1 минус 1 минус 1 анда все больше не должно быть вот наши замечательные фашкуции если они все известны то как найти для произвольного диапазона надо взять значение фаш-функции от с 0 r минус 1 и чистое значение фаш-функции от с 0 до l минус 1 потому что у нас что происходит у нас получится у нас получится что мы на самом деле не совсем так мы точнее совсем не так вот когда мы взяли от r минус 1 мы взяли многочлен с 0 а здесь надо надо убрать эти степени и оставить только степени вот давайте здесь напишем r чтобы видеть сразу видно что надо домножить на x в степени r минус l вот и тогда первые значения фаш-функции от 0 значение вот эти вот произведения с и тых на x в степени r минус и тых минус 1 да они домножаются на r минус l и да здесь будет с 0 от x в р минус 1 с 1 x 2 минус 2 и так далее останутся одни символы которые промежуточные от l от l то вода 1 будет им как раз будет иметь степень x в степени x в степени r минус l минус 1 вот все получается то что надо поэтому в таком случае вот так вот основном напишем то что у нас здесь будет получаться здесь будет первая степень ld здесь будет l минус 1 здесь будет l плюс 1 l плюс 1 минус l минус 2 далее и до конца до r минус 1 вот все это так легко вычислять значения фаш-функции для произвольного диапазона единственное что здесь нужно это уметь вычислять степени x а вот обычно их предпочитывают потому что его нужно вычислить по модулю м придется за линейное время потратить чтобы посчитать где-то отдельно сохранить если мы работаем со строками одной там длины более-менее то вот как например в алгоритме рабина карпа туда конечно можно не подсчитывать все нужно писать это одно степень пример из еще одну еще один пример использования где задача у вас было с полиндромами там как раз можно использовать алгоритм хэширования можно получить все возможные хэши строчек для полиндрома например от а б а а б а ц а б а ц а и так далее если мы хотим найти длину полиндрома в центре а в центре имеющим индекс к то обращаясь ко всем возможным значениям хэш функций для начинающихся fk мы их можем довольно быстро вычислять если у нас строка прямая да и мы можем за константу каждое из значений хэш функций получить а если требуется найти ему поискать совпадение с хэш функциями от обратной строки да то есть нам нужно что сделать чтобы проверить полиндром на нашем деле что надо убедиться что строка начинающий символе к вот ее значение хэш функции если мы найдем аналогичное значение хэш функции такой же длины для поцарки такой же длины но но смотрящий другую сторону то есть для строки инвертированы то будет очень хорошо так давайте если к ним сделаем добавлю скорых строк мы возьмем нашу строчку к этому надо искать полиндромы и возьмем обратно тогда нам нужно по индексу n минус k возможно плюс 1 посмотреть на значение хэш-функции начинающиеся вот здесь в символе k и в символе n минус k минус 1 или как и так очень интересный вопрос цепки минус 1 или плюс 1 или вообще или n минус k это правильный вариант n минус k это количество символов находящихся здесь что именно сказать при стиле находящихся здесь значит надо взять при стиле находящихся здесь это n минус k минус 1 так вот идея какая берем значение хэш-функции которые находятся по символу а и по символу n минус k минус 1 и начинаем сравнивать их берем вин поиском можно начинать серединке можно начинать наоборот с единичной и тут вин поиском можно как обычно вначале берем значение хэш-функции максимально здесь размер будет n минус k пополам смотрим если у нас n минус k пополам символов здесь и здесь на самом деле надо взять минимум из расстояния до конца от строки и у него взять половинку ну допустим вот мы начали с какого-то числа посмотрели значение хэш-функции здесь значение хэш-функции здесь не нашли значит надо меньше вин поиском смотрим дальше уже строки длины 3 або або о совпали совпали можно сразу проверить можно потом начали найти максимально совпадающие значения хэш-функции посмотреть на следующее на abc и abd да бенхоиск у нас еще не закончился вместе здесь увидели например совпадение тоже хэш-функции хотя нет здесь такое невозможно при одном символе ну и вам нам нужно допустим увидели что они здесь не совпадают да и поняли что максимальное значение длины строки на которой хэш-функции совпадали равно 3 ну здесь нужно проверить совпадение под строк и можно сразу начинать проверять совпадение под строк начиная с первого символа а а б б а а и возможно ситуация что мы нашли нужный по длине полиндром вот единственное что то если таких полиндромов будет много то общее время работы будет большое потому что вдруг у нас здесь будет строчка на все и когда мы с каждого символа будем проверять до конца это конечно печально но это необходимо сделать потому что в хэш-функциях могут быть неприятные коллизии строки все-таки различаются а хэш-функции и равны вот с этим тоже все у меня есть задача я в прошлый раз забыл построить пример суффиксного дерева алгоритмом упканина для конец строки это планирую сейчас построить для строки аббатсаба или лучше скажите вам вам строили суффиксное дерево на семинарах уже ну по крайней мере у некоторых уже строили ладно тогда скажите кому интересно будет если построить или не строить одну вещь у нас получится сделать красиво и эффективно и ланта не буду строить потому что он на семинарах просто построить все тогда следующий раз у нас уже геометрия начинается если будет другой докладчик я напишу в контакте всем тогда хорошего дня до свидания 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 Продолжение следует...